Время старта! Поэтому добрый вечер всем, кто только подключился. Рад вас приветствовать на курсе коучинг в компании. Первое занятие, которое традиционно проходит в открытом формате, то есть присутствуют все желающие. Это такой мой небольшой вклад в HR-сообщество, так как обычно в первом занятии стараюсь вложить основы курса. И первое занятие посвящено теме, что такое коучинг, в чем его польза. Расскажу, как компания Google, известная компания, применяет коучинг. Что для Google, с одной стороны, нетипично, с другой стороны, очень интересно. Для тех, кто получит эту презентацию, если будет интерес, выложу в закрытой группе чата MikePetola Academy в Telegram. Здесь будет ссылка на курс. И это первое занятие из десяти. Мы за десять занятий проходим полностью все темы, связанные с коучингом в компании. Скажу сразу, что этот курс прежде всего направлен на применение инструментов коучинга в бизнесе, в компании. Лучше всего подойдет для HR-ов и руководителей. Ну и так как мы проходим, в принципе, все компетенции коучинга и все основные инструменты, то если вдруг кто-то будет проходить курс для того, чтобы стать коучем, думаю, что вы для себя найдете много полезного. Этот курс, он как интенсив построен, поэтому много информации вы получите. О чем сегодняшнее занятие? Сегодняшнее занятие о определении коучинга, что это вообще такое, о том, как его применяет Google, о ключевых компетенциях коучинга, почему именно коучинг, чем коучинг отличается от других форм развития. Рассмотрим кодекс этики коуча и две модели, которые применяются в коучинге – Grow и Колесо Баланса. Колесо Баланса адаптировано по моей личной методологии. Это будет также в домашнем задании. Вдруг с кем-то незнакомым, мне кажется, уже так много было открытых вебинаров, что точно смогли запомнить, кто я. Меня зовут Майк Притула. Это список компаний, в которых я работал. А это список компаний на модели компетенции и на направления, на исследования или знания, которых я постоянно опираюсь. Список расширяется регулярно. И сегодня это вот такой список. Здесь можете обратить внимание на логотип ICF. Это организация сертификационная, которая сертифицирует работу коуча. Модель компетенции этого курса построена именно на модели компетенции ICF – International Coach Federation. Также с удовольствием познакомлюсь с вами. Напишите, пожалуйста, в чате ваш город, должность и компанию. Кто смотрит в программе Zoom, пишите в Zoom. Кто смотрит в Facebook, пишите в Facebook. Там у меня также есть возможность смотреть. Поэтому будет интересно и вам друг с другом познакомиться, посмотреть, кто интересуется коучингом. И мне всегда интересно завести новое знакомство. Поэтому давайте минута, минутка знакомств. Кто будет первый? Ну-ка, тот молодец. Заодно посмотрим на географию. О, Краснодар, HR, South Media. Круто. Вот завидую вам. Мне кажется, в Краснодаре очень тепло сейчас. Я там был несколько раз. Херсон, HR, компания FTBH. Вот в Херсоне, думаю, тоже тепло. Так, кто у нас еще сегодня? Напишите, пожалуйста, в чате. Откуда вы? Так, ну и пока вы пишите. О, Ольга, Варшава, рекрутер, консалтинг. Круто. Варшава на связи. Здорово, здорово. Минск, HR, Бримит. Классно. О, Казахстан. Я только раз думаю, будет Казахстан или нет. Рената Алматы, руководитель по рекрутменту HR, консалтинг. Здорово. Все, вот теперь у нас хорошая большая география. Приятно видеть. Итак, начнем. Значит, начну с небольшого словаря. Коуч. Мы будем сегодня много говорить о коучах. Это человек, который проводит коучинговую беседу. Также есть коучи. Ударение на «и». Не коучи, а коучи. Это тот, с кем проводится беседа. Если бы это было не в компании, а в бизнесе, его бы называли клиент. Но в компаниях обычно этого человека не называют клиент. Можно говорить сотрудник, можно говорить коучи. Я буду использовать терминологию мировую. На английском это пишется как коучи. Коуч – это не тренер. Хочу, чтобы сразу все запомнили. И если вы где-то встретите «коучер» или «круче», то знайте, что это автозамена противный MacBook, противный iPhone. Не знаю, насчет Android, возможно, тоже. Не любит слово «коуч» или «коучи» и иногда меняет на «коучер» или «круче». Готовя сегодняшнее занятие, я много раз исправлял. То есть ты набираешь, нажимаешь пробел, тебе дают… Нужно, кстати, настроить в автозамене. Но если вдруг вы где-то встретите эти слова, «коучер» или «круче», это автозамена. Так, ага, вижу, Дарья, Киев, Роб. Здорово. Итак, почему коучинг? Почему это сейчас актуально? Почему этот вебинар? Почему этот курс? Потому что в исследованиях эффективности работы команд сейчас инвестировано очень много денег и проведено огромное количество работы. Давайте возьмем как пример компанию Google. Вы знаете такую компанию, я всегда легко брать пример, потому что все они знают. Они, конечно же, интересуются, что такое эффективная команда. Они изучают, что нужно для эффективной работы команды. Вот недавняя, как относительно недавняя, опубликованная в 2015 году, говорит о том, что для эффективной работы команды нужна психологическая безопасность, люди себя должны чувствовать безопасно, зависимость, люди должны быть взаимозависимы. Структура и ясность, то есть должно быть очень четкое понимание целей и ролей. Значение работы, то есть понимание значимости на свои работы и влияние работы на что-то еще. Вот это необходимо для того, чтобы команда была эффективной. Для эффективности команды большую роль играет руководитель. То есть если посмотреть на многие из этих направлений, кто это создает? Конечно же, руководитель, как дирижер такой оркестра, создает условия работы своей команды. Так вот, компания Google уже 10 лет проводит исследование, ну точнее они провели первое 10 лет назад, второе недавно перепровели, которое называется проект Oxygen, проект кислород. Исследование началось как такая любопытная затея. Они задали себе вопрос, а нужны ли вообще менеджеры в компании? Может быть всех менеджеров, руководителей, может быть их всех уволить? На них было много жалоб, с ними всегда много проблем, не хватает лидерства. И компания Google поставила эксперимент. Сказала, давайте попробуем доказать, что они нужны. Вот давайте за отправную точку примем идею, что они не нужны. И попробуем найти доказательства, что они реально нужны. Так родился проект Oxygen, то есть кислород на русском. В ходе этого проекта было большое исследование разных команд и роли руководителей в ней. Выяснилось, руководители нужны. Хорошая новость для всех руководителей. Но причем не все одинаково нужны и полезны. А есть руководители, которые наиболее полезны. И у этих руководителей сначала было 8 компетенций. Потом во втором исследовании через 10 лет Google добавила еще 2 компетенции. Вот они на русском языке и внизу ссылка на исследование. Она будет в конце занятия. И на первом месте среди 10 компетенций эффективного руководителя быть хорошим коучем. Вот здесь это номер 1. is a good coach, хороший коуч. То есть компания Google, она считает, основываясь на глубоком исследовании, что каждый руководитель в этой компании должен быть коучем для своих сотрудников. И компания Google обучает своих сотрудников, своих руководителей, как быть коучем. То есть что нужно делать для того, чтобы быть полноценным коучем для своих сотрудников. Вот такая интересная нюанс. Зачем нужно быть коучем? Потому что это практика Google, на самом деле практика большого количества компаний. Для эффективности работы сотрудников очень важна взаимосвязь, взаимодействие между руководителем и сотрудником. Даже последние исследования поколения Z показывают, что поколение Z очень сильно зависит от руководителей и хотят много с ними общаться. Это взаимодействие между руководителем и сотрудником организовывается в формате регулярных встреч one-on-one. И вот внутри этой встречи one-on-one обязательным элементом является коучинг сотрудников. То, что рекомендует Google, это базовая модель Grow, о которой мы сегодня поговорим вкратце, а на одном из занятий более детально. Модель Grow – это набор вопросов, которые помогают решить определенные задачи. Какие задачи решает коучинг, мы сегодня с вами разберем. Это четыре таких базовых вопроса. Какая твоя цель? Какая ситуация сейчас? Какие есть варианты достижения? Что ты будешь делать для достижения цели? Также модель коучингового менеджмента или управления в стиле коучинг является обязательным элементом ситуационного лидерства. Если вы когда-нибудь слышали про Кена Бланшара, про ситуационное лидерство, ставьте, пожалуйста, плюс в чате. Давайте посмотрим. Ситуационное лидерство говорит о том, что в разных ситуациях с разными сотрудниками руководитель должен применять разные способы менеджмента. Где-то быть очень директивным, ставить конкретные, отдавать приказы, где-то больше натаскивать, где-то оказывать поддержку, а где-то полностью делегировать. Она здесь отображена вот таким графиком. И без коучинга невозможно выполнять правую часть ситуационного менеджмента, оказывать поддержку и заниматься делегированием, если ты как руководитель умеешь только отдавать приказы и натаскивать. Поэтому коучинг – это еще важная компетенция в лидерстве и в ситуационном лидерстве в частности. Теперь поговорим, что такое коучинг. И первый, следующий вопрос к вам. Вижу там по поводу Кена Бланшера нету плюсиков. Скажите, знаете ли вы вообще, что такое коучинг? Вот поставьте плюс, кто из вас знаком с этим термином, знаете, что такое, встречали. Минус, если вы вообще ничего об этом не слышали, не знаете. И представляете себе, как нечто абстрактное, непонятное. Так, вижу плюсики. Да, то есть термин не новый. Многие люди считают, что они также практикуют коучинг. И на самом деле, посмотрев на то, что такое коучинг сегодня, какие есть компетенции коуча, какие есть этические принципы коуча, уверен, что многие пересмотрят свое отношение к коучингу, свое понимание коучинга, да, и поймут, что не всегда то, что называется коучингом, было коучингом. Значит, официальная версия коучинга. Что же такое коучинг? Это метод консультирования и тренинга. Отличается от классического тренинга и классического консультирования тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. Это официальная версия, моя версия, как я это воспринимаю, как я это адаптирую. Коучинг – это такой формат взаимодействия коуча с коучи, то есть с клиентом, благодаря которому клиент добивается выдающихся результатов гораздо быстрее, радостнее, проще, чем он сам бы работал над их достижением. То есть для меня это такой катализатор, ускоритель, который очень сильно помогает. Коучинг сильно отличается от большого количества других людей, от терапевта, от фасилитатора. Здесь есть шкала, кто из них эксперт. Левая шкала – это эксперт, там выступает клиент. Правая шкала – выступает кто-то из них, помощник. Верхняя часть – это означает, что это способ про вопросы. Нижняя часть – это способ про ответы. Коуч, видите, он слева вверху, максимально близок к нему фасилитатор, где-то рядом друг, терапевт – это другое, ментор – другое, руководитель классически другое, тренер – другое, консультант – другое. То есть коучинг отличается от любых других форм взаимодействия с людьми и помощи людям. При этом не скажу, что он сделал что-то принципиально новое. То есть он собрал в себе много чего интересного. Какой формат коучинга? Это всегда индивидуальная встреча. Хотя есть командный коучинг, но когда говорят коучинг, чаще всего имеют в виду индивидуальную встречу. Это 30-90 минут. Если это коучинг как стиль менеджмента, когда руководитель делает коучинговую сессию со своим сотрудником, это скорее 30 минут. Если это в формате консультирования или развития, это может быть больше. Происходит между коучем и коучи. Вокруг запроса коучи. И результатом коучинговой беседы или коучинговой встречи является всегда действие. То есть если результат закончился у клиента, у коучи, нет на выходе действий, это неполноценная встреча. Теперь рассмотрим историю развития. Напишите, пожалуйста, в чат, какие известные фамилии вы знаете, ассоциированные с коучингом. Может быть, даже имена. Вот какие фамилии в области коучинга вам известны, напишите, пожалуйста, в чат. Посмотрим, кто вам больше всего запомнился. Из мира коучинга. Если никого не помните, ставьте минус. Вы просто знаете, что есть коучинг, никаких людей с этим направлением вы не ассоциируете. Вижу минусы. Это, кстати, может быть и к лучшему на самом деле. То есть коучинг благодаря этому мог переродиться. Вот так. Хорошо. Минусы. Тогда давайте изучать. Значит, считается, что одним из первых людей в области коучинга, который начал эту науку развивать, был Тимоти Голви. О, Аткинсон, спасибо, Ольга. Голви, он написал книгу, в основе которой лежит основы коучинга. Книга называется «Внутренняя игра в теннис». Издана в 1974 году. Эту дату многие и считают… А, вот вижу Тони Робинс и Энди Гроу. Именно эту дату многие считают датой зарождения коучинга. Причем эта идея ему пришла именно во время игры в теннис. Он подумал о том, что вообще в теннисе самый главный противник – он в голове. Соответственно, задача тренера – помочь игроку устранить или смягчить внутренние препятствия. Нужно работать больше с головой. Это важнее, чем просто с ракеткой. А вот, соответственно, если он сможет помочь решить эту проблему тренер своему подопечному, то дальше в теннисе все будет хорошо. Вот. И идея внутренней игры в том, что здесь небольшое внешнее взаимодействие, а больше про раскрытие внутреннего потенциала. Дальше. Следующий автор – Джон Уитмар, известный в области коучинга, который был учеником Голви. Он написал книгу «Коучинг высокой эффективности», изданную в 92-м году. Он начал идеи Голви применять к бизнесу. Если Голви больше к теннису, к спорту, то этот к бизнесу. Он был, интересно, что автогонщиком, один из ведущих бизнес-тренеров. Ему приписывают создание модели Grow, ту самую, которую применяет Google. И он получил большую награду от Международной ассоциации коучинга, федерации коучинга, в 2007 году именно за то, что он много усилий приложил к продвижению коучинга во всем мире. И третий. Я лично считаю, что наиболее важный создатель, отец коучинга – это Томас Леонард. По крайней мере, так считают все, кто приверженцы ICM, International Coaching Federation. Он ее и создал, по сути. Он считается основателем того коучинга, в виде которого мы его видим сейчас. Сам по себе любопытно, что он был консультантом по финансам. То есть ему идея коучинга пришла, а вообще он был консультантом по финансовому планированию. Но он увидел, что многие клиенты с ним консультировались по самым разнообразным вопросам, не только по вопросам финансов. Им было интересно узнать большое количество вопросов. И он им помогал. И он увидел, что вот есть спрос, и он написал новую модель коучинга, которую по всему миру сейчас применяют. Его достижения. Он основал университет коучей Coach University, Международную федерацию коучей ICF, он основал, Международную ассоциацию сертифицированных коучей и проект CoachVille. То есть многие школы коуча, моя в том числе коучинга, они последователи именно этого человека. Разработал 28 персональных, профессиональных программ. Они до сих пор преподаются по его методологиям. Стоят, кстати, 3000 долларов на секундочку. Написал 6 книг. На русском языке я не нашел переводов. Каких-то, может быть, если вы знаете, напишите. И много всяких инструментов разработал. Есть такой инструмент CleanSweep. Я думаю, что мы на курсе его будем проходить, как один из самых известных. Вот. Вот такая вот краткая история основателей коучинга. Как же коучинг развивался в мире? С 70-х до 80-х этапах он зарождался в США. То есть он долгое время жил в США. И в середине 80-х он активно распространялся в США. И потом перебросился на Германию каким-то образом. Вот. Соответственно, в Германии рассматривали коучинг как инструмент развития персонала. В начале 90-х начали делить коучинг на разные специализации. Вот. В 90-х, в середине, в конце 90-х начал он очень активно развиваться. И на сегодняшний день такая фаза глубокой специализации. И последний, наверное, значимый толчок, по крайней мере, я так считаю, в области коучинга, это как раз компания Google, которая много публикует в материалах на тему того, что руководители должны быть коучами. И обучает своих руководителей быть коучами. Вот. Я думаю, что пройдет еще пару лет, и как мы сейчас ОКИАРами начинаем активно пользоваться благодаря компании Google, так еще пару лет и коучинг тоже получат новое распространение. При этом на рынке очень много людей, которые считают себя коучами, но таковыми не являются. Как их отличить? Они учились по другим моделям компетенции, не ICF. Есть самопридуманные, самопровозглашенные модели компетенции. Они готовы коучить вас по всем вопросам, много рассказывают и дают советы. Иногда это похоже не на коучинг, а на какую-то консультацию. Вот. Они готовы работать с любым запросом, построение личных отношений, любовные дела, бизнес, при этом не обладая никакой экспертизой. Вот. И много чего они еще могут делать. Это не является профессиональным коучингом. Теперь, возможно, кого-то расстрою по поводу Эриксоновского университета коучинга. То есть, сколько я занимаюсь коучингом или так или иначе с ним связан, возникает вопрос Эриксоновский университет это коучинг или нет. Если вы изучите биографию Эриксона, он всегда писал, что он психотерапевт, он писал работы по психотерапии, он разработал методики гипнотерапии, он организовал американское общество клинического гипноза, проводил семинары по гипнотерапии и психотерапии. Он никогда не говорил, что он коуч и никогда коучем не был. То есть, еще раз, Эриксон, Милтон, Хилланд не является коучем и никогда им не был. То, что сейчас называют Эриксоновским коучинг, это заблуждение, это НЛПшники, не говорю, что в этом есть что-то плохое, это тоже наука, вот, они просто решили поменять себе название, потому что с названием НЛП очень много ассоциировалось негатива, поэтому они решились называть коучинг, применяя все так же инструменты НЛП. И Мэрили Аткинсон, которая является учеником Эриксона, она тоже никогда не была коучем, нигде не училась на коучинг, по крайней мере, это неизвестно из ее автобиографии, вот, она всю жизнь преподавала гипноз, НЛП, потом просто решила, что если назвать себя коучем и создать школу коучинга, это будет лучше продаваться. Поэтому так вот появился Эриксоновский коучинг, который на самом деле не коучинг, мое такое мнение. Готовы ли вы быть коучем? Вот тоже очень важный момент, насколько вы готовы и хотите быть коучем? Ну, судя по тому, что вы слушаете этот вебинар, наверное, вы хотите. Здесь список такой чек-лист самопроверки себя, насколько вы готовы. Первое. Хотите ли вы помогать другим людям добиваться своих целей? Готовы ли вы стать образцом для них, потому что быть коучем и не быть образцом сложно? Готовы ли вы обучаться? Ну, курс, он даст базовые знания, но потом важна практика. Вот если этой практики не будет, то сложно быть коучем. Есть ли время для того, чтобы проводить коучинговые беседы и сессии? И готовы ли вы постоянно тренироваться, получать обратную связь? Вот. Если везде ответ да, значит, вы готовы быть коучем. То есть нету каких-то других требований, каких-то, не знаю, талантов, которые у вас должны быть. Все развивается. Да, если вы будете учиться, любой из вас может стать коучем. Причем не важно, кем вы работаете. Или вы HR, и вам важно проводить коучинговые беседы с сотрудниками для цели развития и помощи им. Либо вы руководитель, и вам важно управлять своей командой, проводить эффективные one-on-one встречи. Либо вы консультант, либо вы профессиональный коуч в компании, либо вы тренер, который хотите освоить инструменты коучинга для развития сотрудников. То есть неважно, к кому вы себя относите, если вы вот здесь да, значит, вы готовы быть коучем. Как это работает? Значит, здесь есть несколько принципов, которые работают в коучинге. Первый – это принцип поддержки. Люди в целом всегда полагаются на поддержку, и поддержка им очень сильно помогает. В классике это наши друзья, знакомые, родственники, может быть, даже психологи и терапевты. Коучинг тоже строится на принципе поддержки. Один из принципов коучинга – это оказывать поддержку коучи или клиенту. Второй принцип – это коллективная мудрость. То есть два человека всегда знают гораздо больше, чем каждый из них по отдельности взят. Это принцип один плюс один равно три. Хотя коуч и не дает советы напрямую, но его мудрость позволяет клиенту или коучи добиваться гораздо больше. Работает формула один плюс один равно три. Дальше. Коучинг генерирует определенные концепции. Я здесь взял иллюстрацию коробки, как наши посылки на новой почте упаковывают в коробки. То же самое коуч упаковывает мысли коучи в правильные коробки, в правильные концепции, с которыми потом легче жить, работать и что-либо делать. Это такие концепции, которые формируются, это как мысли, сформированные в нечто конкретное, которое потом легко преобразовать в действие. Дальше. Коучинг – это очень сильно про развитие. Вот мы будем, наверное, весь курс об этом говорить. Коучинг – это про раскрытие потенциала сотрудников, людей, клиентов, про то, какой у них потенциал есть и про то, как его использовать. То есть он будет постоянно потенциала развивать. Дальше. Коучинг – про правильные семена или правильные зерна, которые коуч засевает в ум своего коуча или клиента. Причем такие семена не всегда дают результат. То есть это семена, которые коуч ожидают, что принесут урожай, возможно, даже в далеком будущем. На моей практике многие такие семена дают свои плоды уже далеко после окончания работы с коучем. И задача коуча – эти семена правильно отбирать и засевать. Коуч в работе с своим клиентом регулярно засевает. Это могут быть что угодно – информация, идеи, работа со старыми идеями, с какими-то установками. И это то, что клиент ожидает или коучи ожидают от коуча. Эти такие семена очень часто невидимые, они звучат в виде каких-то вопросов, и коучи может даже их особо не распознать и не понять, что что-то важное произошло. Но в результате этого происходит такое озарение, какой-то инсайт приходит человеку, после чего человек начинает себя вести по-другому. Поскольку я либо сам был в роли коучи и работал с коучами, либо был в роли коуча по отношению к другим людям, я видел, насколько мощное озарение иногда у людей проходит, их по-настоящему меняется жизнь. Поэтому это важно и это работает. Дальше. Коучинг – это про умение различать. Многие люди живут с ошибочными представлениями, в том числе о себе, и задача коуча – помогать человеку научиться это распознавать, разделять и правильно понимать, что есть что. Дальше. Коучинг – это про позитивное влияние. То есть коуч постоянно позитивно оказывает влияние на своего коучи. И чем более опытный коуч, тем лучше влияние он оказывает. Обычно из моих наблюдений после нескольких коучинговых сессий у коучи возникает такая очень приятная эмоция относительно коуча. И все встречи со своим коучем он ждет, воспринимает очень позитивно и уходит в более таком вознесенном настроении, чем до. Вот если у вас, если вдруг, это следующий вопрос к вам, давайте сначала его задам. А скажите, были ли вы когда-нибудь в роли коучи? То есть работали ли вы с коучем? Очень профессиональным, среднепрофессиональным, может быть начинающим. Если вы были в роли коуча, в роли клиента, ставьте плюс, если нет, ставьте минус. Давайте посмотрим. Многие не были. Работала с ментором, но все трансформировалось в коучинг. Окей. Да, это один из самых таких быстрых-быстрых первых признаков понять, насколько для вас это полезно. Это какие вы ощущаете эмоции. Если вам после общения с вашим коучем плохо, вы ждете встречи, думаете, о боже, лишь бы он отказался от меня, не приехал, что-то не так. Конечно, главная оценка это те результаты, которых вы достигаете с помощью работы с коучем. Это второй главный признак. Но самый простой и быстрый это тоже ваша эмоция. Причем в коучинге результаты происходят первые достаточно быстро. Если вы долго работаете с коучем и нет результата, значит, это плохой коуч. Это касается любого консультанта, то же самое психологов, психотерапевтов, хотя я знаю большую армию людей, которые с удовольствием будут работать с клиентами вечно, без какого-то значительного прогресса, рассказывая, что так и нужно, лишь бы клиент продолжал ходить. Настоящие профессиональные коучи не боятся давать быстрый и мощный результат клиентам, потому что клиент за другим результатом. И не будут тянуть из него деньги, лишь бы он еще снова с одной и той же проблемой ходил. Как это делают некомпетентные непрофессиональные консультанты и психологи. Дальше, коучинг это про решение проблем. Наверное, это один из популярных запросов. Именно список запросов мы чуть позже обсудим. Но это действительно про то, чтобы решать проблемы, с которыми приходит клиент. Причем проблемы самые разнообразные. Бизнес, финансы, личная жизнь, отношения, что угодно. И коучинг с этим отлично справляется. Также коучинг это про управление окружающей средой. То, что происходит с человеком, что является вокруг него. В коучинге очень важна этика. И она важна, я думаю, во многих направлениях консультирования, но в коучинге она важна наверное больше всего. То есть чем выше этика коуча, чем больше к нему доверия, тем больше вопросов готовы обсуждать коучи со своим коучем, и тем больше будет результат. Это касается и HR-ов, и руководителей, и консультантов. Чем руководитель больше придерживается принципов коучинговой этики, тем больше перед ним раскрывается сотрудник. Касается это и HR-а. Чем больше HR придерживается кодекса этики коуча, тем больше сотрудник ему доверяет. Дальше коуч, он выполняет роль такого наставника, который помогает человеку развиваться. Еще одна цитата. Люди могут голодать как от недостатка самореализации, так же сильно, как и от недостатка хлеба. Поэтому полезно помогать людям самореализовываться. Дальше коучинг это процесс развития, то есть это долгосрочное развитие. Даже если коучи обращаются к коучу для решения конкретного запроса, для принятия решений, все равно он получит развитие в итоге, которое будет и дальше на него работать, с ним работать. То есть это все равно будет иметь более долгосрочный эффект, чем может быть одна или две несколько разовых сессий. У меня тоже такое было. Было несколько людей, которые разово обращались или два раза получали свой результат и потом благодарили за то, что это долгосрочный эффект. Дальше это про развитие и решение задач, то есть самые разнообразные задачи здесь также решаются. И это про развитие человека как личности в целом. То есть если смотреть на разные способы развития человека, то коучинг как способ развития будет самым широким, охватывающим как можно больше направлений. Это и разум, и сердце, и дух, и бизнес, и окружение. Будут здесь решаться разные задачи, разные вопросы, будут улучшаться разные показатели. Но коучинг это самая широкая техника развития людей в отличие от других. В отличие от фитнес-тренера, в отличие от духовного наставителя, в отличие от бизнес-консультанта, в отличие от еще кого-нибудь, я не умаляю достоинства и пользу всех остальных, но просто говорю, что коучинг он самый широкий. Если человек хочет улучшить жизнь в целом, ему лучше пойти к коучу, но это не исключает то, что коуч будет привлекать других консультантов. Это тоже правда. Теперь компетенции коучинга. Смотрите, сейчас мы их пройдем достаточно кратко, потому что дальше курс, многие занятия построены на рассмотрении каждой компетенции по отдельности. почти каждой, некоторые компетенции введены в блоке. Поэтому сегодня компетенции мы в общем поговорим. Значит, что такое компетенции? Это некое такое правило, как руководство к действию, как коуч должен работать. Настоящий коуч очень четко следует этим компетенциям и не отступает. То есть, это для него то, по какой схеме, это какой фреймворк на английском языке, по которому нужно работать. и это и является основой Международной Федерации Коуча, то есть, требуется, чтобы коуч так работает. Как есть протокол у врача, в случае, если пациент в таком положении, он должен делать вот так вот. В коучинге тоже есть свои условные протоколы, они называются компетенциями. Они делятся на четыре направления. это создание фундамента, совместное создание отношений, эффективная коммуникация и содействие обучению и достижению результатов. Наш курс ровно таким образом и построен, то есть, все занятия мы будем проходить именно по этим компетенциям. Мы будем эти компетенции у вас развивать, тренировать для того, чтобы на выходе вы могли проводить коучинговые беседы в любом формате с сотрудниками, с коллегами, если в HR, то со всеми сотрудниками компании и так далее. Итак, поехали. Первая компетенция это соответствие этическим стандартам и профессиональным стандартам. Сегодня, чуть позже, будет кодекс этики коуча, то есть, что коучу можно, что коучу нельзя и самое главное, что должен делать коуч эти стандарты следовать. Второе заключение соглашения, то есть, коуч должен на старте общения с клиентом четко поговорить, как они будут работать, в чем суть коучинга, как часто они будут встречаться, сколько это будет стоить и прочие вещи. Три. Установление доверия и близости. Задача коуча выстроить доверительные отношения со своим клиентом. На основании уважения, на основании доверия заботясь о своем клиенте, четко выполнять обещания. Здесь много чего, что коуч для этого будет делать. Повторюсь, более детально будем рассматривать дальше. пока запоминаем, что очень важно здесь установление этих отношений. Дальше коучинговое присутствие. Это, наверное, задавание... Окей, у меня есть три любимых компетенции, это... Я потом скажу две остальные. Это одна из самых любимых. Это когда коуч присутствует здесь и сейчас. Называется танцует в данный момент. Это вот сверхфокусировка на клиенте так, что клиент просто... Он благодаря присутствию сильно погружается в себя, он уделяет себе очень много внимания, и благодаря этому, как мне кажется, происходит много озарений. То есть коуч не отвлекается на телефоны, ноутбуки, компьютеры, левая мысль. Он здесь и сейчас на миллион процентов. Даже ни на 100, ни на 200. Следующая компетенция – активное слушание. Это вторая моя любимая компетенция. Она вообще очень помогает в жизни, во всех направлениях, в дружбе, в собеседовании кандидатов, в проведении любых интервью, в построении отношений, в решении споров, ну и так далее. Это умение внимательно слушать, о чем говорит человек. Причем не просто то, что он говорит, а то, что он не говорит, то, о чем он думает, то, о чем он умалчивает, какие у него мотивы, какой у него там язык жестов, много чего другого. То есть это вот превращаться в такой радар, который полностью считывает человека и понимает, что с человеком происходит. Понимает его убеждения, ограничения, барьеры, страхи, истины, то, что иногда человек не проговорит. И потом это помогает человеку донести. То есть это активное слушание может выявить какие-то вещи, которые сам о себе и человек даже не знает. Следующая, третья моя любимая компетенция, мощное задавание вопросов. Опыт, ну, неопытный коуч тоже задает важные вопросы. Опытный коуч может задавать такие вопросы, которые просто, ну, там, раскрывают какие-то границы и горизонты для коучи, что коучи начинают добиваться вообще другого. Здесь же есть еще про поднимать планку, про то, что там требовать от коучи большего. Следующая компетенция прямое общение. То есть это умение общаться прямо, четко, понятно, без жаргона, без сленга, не оскорбляя, не уходя в какие-то сложные слова, как это очень часто многие консультанты делают, да, разного направления, что-то говорят, блин, на чем это вообще. Вот, то есть это умение общаться понятно, просто, легко, доходчиво, с объяснениями, с примерами, с метафорами, ну, чтобы коучи понял идеально, чтобы даже не было сомнений, что он понял. Дальше, создание осознанности. Вот если бы меня спросили, какая твоя четвертая любимая компетенция после трех, я бы, наверное, это назвал. Помогает, в этой компетенции коуч помогает коучи много чего про себя понять, осознать, какие-то свои установки, слушание нужно для того, чтобы это считать, а создание осознанности для того, чтобы помочь человеку это осознать. То есть понять, что вот здесь я много не зарабатываю, потому что я не знаю, где мне хранить больше, чем пять тысяч долларов. Поэтому я не могу больше заработать, потому что вот я не знаю, как их потратить, я боюсь их. У сотрудников я боюсь там новые задачи или какие-то вызовы или английский язык, потому что вот такая у меня есть ограничение или что-то, что мешает. Это про создание осознанности. Как только есть осознанность, вообще многие, ну мне кажется, что многие задачи, проблемы и ситуации в коучинге решаются благодаря осознанности. И создание осознанности имеет, как мне кажется, наиболее долгосрочный эффект, в отличие от других инструментов. Дальше. Разработка действий. Я говорю о том, что любая коучинговая беседа заканчивается действиями. И вот представьте себе, что коуч через вопросы должен, ну в кавычках, заставить коучи действовать. То есть он должен сделать так, чтобы коучи ушел с планом действий и не просто ушел, а сделал. Вот. Это вот компетенция разработки действий. Далее. Планирование, постановка целей. То есть многие обращаются к коучу для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Иногда эти цели могут быть очень абстрактными. Хочу быть богатым. И задача коуча помочь человеку эти цели сформулировать перед собой, или там, хочу быть маркетинг-директором, если мы говорим про рабочую ситуацию. Поставить перед собой, то есть не навязать, не сказать, о, будь маркетинг-директором. Поставить человеку свои цели и составить план действий. То есть продумать, как человек к этому придет. Вот. И помочь поверить в то, что этот план реалистичен. И одиннадцатая компетенция. Управление прогрессом под отчетность. Она, кстати, стоит в конце этого списка. Хотя на первом месте этика. Я бы, окей, этику бы оставил на первом месте, но поставил бы на второе именно это, потому что это то, где большинство коучей сталкиваются с проблемой. Потому что очень классно можно провести коучинговую беседу, нагенерировать идеи, создать список, уйти с действиями. Но если потом коуч не сможет сделать так, чтобы человек эти действия выполнял, причем без контроля, да, коучинг же он не про контроль, то грош цена этим планам, действиям, бренд-стором и так далее. Это, мне кажется, это такая самая сложно развиваемая компетенция научиться добиваться от людей того, что они сами себе запланировали, не терроризируя их, не угрожая, не как-нибудь там, не знаю, воздействия на них прямо, да, а через определенные методики, через правильные вопросы, правильный настрой и так далее. Вот. Теперь про этику. Мы проговорили про основные компетенции. Если компетенции это то, чему коуч должен обучиться, и курс он про то, чтобы мы вас этим компетенциям научили, да, вот за следующие девять занятий мы будем эти компетенции изучать. Ну, там за восемь одно занятие, оно инструментальное большее. Вот. То этика это некие правила, знаете, как красная граница, к которой нельзя переступать. Об этике нужно знать, но в регулярных коучинговых сессиях это не что-то, что регулярно применяют. Это просто как такие границы, к которым мы не переступаем. Важно, что этика это про некое состояние коуча, то есть, как коуч себя позиционирует, ощущает и выстраивает отношения с клиентом. И это очень сильно оказывает влияние на коучинг, потому что если коуч не придерживается стандартов этики, такие отношения безрезультативные. Вот. Поэтому давайте изучать. Прежде чем мы перейдем к стандартам этики, важно понимать, какие ситуации возникают в коучинге, зачем люди приходят, вам будет понятно, почему этика нужна. Значит, зачем людям нужен коучинг? Для внесения каких-то важных изменений в жизни. То есть, человек что-то хочет кардинально поменять. А лучше справляться с неопределенностью. То есть, человека какая-то его уволили. Вот у меня была одна клиентка, она же не говорит, имя, да, вот мне ее, нет, меня ей порекомендовали как способ решить ситуацию, в которой она оказалась. И ситуация ее бросил муж, она с ребенком, не знает, что делать, потерянная, просто вообще у нее мир перевернулся. Ей нужен был коуч, который поможет с этой неопределенностью справиться, что-то запланировать, здесь сделать. Вот. И мы там с ней встречались раз десять, дошли до какого-то финала, и потом ее там пять лет назад где-то видел, она что-то писала, благодарила, все у нее хорошо, слава богу. Вот. Но это вот неопределенность, да, это сокращение, в смысле, когда кризис, там финансы, потеря денег. Далее, принятие более качественных решений. Да, очень часто бывает, у нас есть возможность пойти сюда, пойти сюда, на какую работу пойти, в какой бизнес, какой бизнес запустить, какого сотрудника назначить на должность и так далее. Ставить лучше цели, хочу достичь, хочу стать маркетинг-директором, не знаю, как, помоги. Быстрее достигать поставленных целей, то есть, знаю, что хочу, но хочу быстрее, чем могу. Стать финансово более успешным, развиваться профессионально. Вот у меня были клиенты, которые говорили, я хочу стать SEO, но мне не хватает компетенции. Справляться с влиянием технологий, иметь партнера, который помогает, ну, то есть, кому-то просто нужен, говорит, мне нужен кто-то, об кого можно подумать. Для улучшения отношений с кем бы то ни было, для более значимого влияния на мир, чтобы быть лучшим лидером, упрощение своей жизни, снижение стресса, решение проблем с работой, чтобы успевать в жизни. Вот реальные запросы, с которыми мне приходилось работать, я их тут выписал. То есть, например, от самого простого, какое развитие карьеры выбрать? Как устранить слабые стороны стать маркетинг-директором? Кстати, человек стал. Вспомнил о ком это. Научиться управлять компанией. Недавно стал партнером. Тоже был такой кейс. Как поговорить с акционером о своем развитии, повышении своего дохода и так далее. Короче, вот самое разнообразное. Бойфренд. Кстати, тут девушка нашла бойфренда. Ну, и многие разные запросы. Даже похудеть на 5 килограмм за 3 месяца с таким запросом приходили. И вы видите, что коуч здесь, является таким человеком, погруженным очень глубоко в жизнь человека. Поэтому кодекс, поэтому этика. Кодекс этики публикуется в Международной Федерации Коуча как некое соглашение с самим собой. Поэтому сформулировано все как утверждение. Первое. Устанавливать надежные контракты и бизнес-практики. Подразумевается, что коуч очень четко проговаривает все детали, условия, стоимость, частота, что именно будет предоставлено. Это про внешние коучи чаще всего. Часто даже подписывает контракт с клиентом. Второе. Определять мои профессиональные компетенции. То есть коуч не консультирует там, где у него нету компетенции. И явно об этом говорит человек. Вот если человек приходит, говорит, я хочу инвестировать деньги во что-нибудь, коуч, который не эксперт финансовых вопросов, он не будет говорить, вкладывая в биткоины или не будет говорить, ну давай, подумайте, есть вариант, как тебе биткоин. Три. Придерживаться пределов моих знаний. То есть коучин должен четко говорить, что здесь я... Человек приходит, говорит, у меня психологическая травма, меня там побили, например. А коуч должен сказать, что смотри, это из-за разряда психологии, я здесь не смогу помочь, а я тебе могу порекомендовать хорошего психолога. Давай его привлечем, ты проработаешь, потом вернемся к решению нашей задачи. То есть коучинг не будет делать чужую работу, где у него нет экспертизы. Дальше гарантировать конфиденциально. То есть вообще коуч не имеет права рассказывать итоги коуча, вообще содержимое коучинговой беседы кому бы то ни было. Даже коуч-компания, например, когда я работал на телеканале СТБ и мы нанимали внешнего коуча, мы нанимали того, в ком мы были уверены. Мы сразу говорили сотрудникам и коучу, что мы не будем требовать знать, о чем был разговор, и коуч нас об этом предупредил. И мы сотрудникам говорили, что смотрите, мы совместно формулируем запрос, то есть мы совместно говорим, что мы хотим от этих отношений, как вы идете к этому, что вы обсуждаете, мы не знаем. И коуч не говорил, хотя деньги платила компания. Дальше, быть уважительным и конструктивным, то есть, ну тут просто уважать человека, его честь и достоинство. Дальше, быстро и ответственно реагировать, то есть это важно. И как в момент коучинга, так и между коучингом. То есть, нельзя брать на себя какие-то обязательства и не выполнять. Дальше, быть профессионалом во все времена. Например, коучинг запрещает вступать в романтические отношения с коучи. Либо в случае вступления в романтические отношения коучинг должен прекратиться, потому что сразу возникает конфликт интересов, коуч перестает быть объективным, поэтому лучше этими заниматься. Дальше, соблюдать соответствующее расстояние. Это очень важно, то есть, не превращаться в какого-то дружбана, который дает деньги взаймы, там совместно ходят там попить пиво и так далее. Должна быть дистанция. Если это коуч, это коуч. Он не переходит в разряд более близких отношений, потому что это ухудшает. То есть, он может перейти, но он должен порекомендовать нанять другого коуча. Он должен сказать, слушай, мы с тобой уже стали друзьями, я не могу быть объективным, найми другого коуча. Дальше, коуч должен быть образцом для своих клиентов, то есть, коуч не может требовать клиентов или там ожидать чего-то, что он сам не едет. То есть, если он опаздывает, то он не может работать с коучем по поводу, с коучи по поводу отсутствия опозданий. И тоже быть обучаемым. То есть, коучи обязуются постоянно развиваться. В стандартах коучинга предполагается, что коуч подписывается и ставит свою дату. Если будет желание, можете эту страничку распечатать, поставить свою живую подпись и сказать, да, я принимаю стандарты коучинга. Тест готовности к коучингу. Несколько инструментов, наиболее полезных в контексте первого занятия. Для того, чтобы понять, готов ли коучи к работе с вами, есть тест. Это касается, если вы руководитель, и вы хотите сотрудником работать, если вы в HR хотите сотрудником поработать под его карьерой, или консультант, дайте тест, где коучи каждый вопрос оценивают по шкале от 1 до 4. 1 неверно, 4 совершенно верно. И дальше баллы. Вот, если выше 52 баллов, то можно, если ниже, то, ну, нужно быть осторожным. Если ниже 38 баллов, то, значит, человек не готов. Значит, ему не коучинг нужен, а что-то другое. Два инструмента, точнее, инструмента сегодняшние, уже несколько было. Следующий инструмент, скажем так. Колесо баланса. Это один из самых популярных инструментов в коучинге вместе с моделью Grow. Работает таким образом. Так как коучинг это способ развития человека во всех сферах, человеку дается лист бумаги, А4, например. Он рисует круг, и круг делит на сколько-то секторов. Есть вариант 6 секторов, есть вариант 8, есть 12, как на экране. Далее, человек выбирает наиболее интересующие сферы, которые его интересуют. Ну, пример 12 сфер здесь есть. Если, ну, там, нужно 8 сфер, просто что-то не нужно, выбрасывайте. Либо какие-то свои сферы, что его интересует. Дальше. Он должен оценить по 10-бальной шкале, насколько он доволен каждой сферой. И пишет 10. А почему круг? Потому что круг поделен на сектора, тут еще предполагается, что он внутри закрашивает. Каждый вот, на сколько баллов он поставил, закрашивает. Далее. Это уже моя доработка этого колеса. Дальше. Человек должен в каждой сфере задать себе вопрос, на какие сферы еще влияет эта сфера. Например, здоровье. На что оно может повлиять? На что-то повлияет, на что-то не повлияет. Ставим стрелочками другие сектора. Деньги. На что влияет? Денег нет, деньги можно дописать вместо чего-то. И так далее. И кроме удовлетворенности пишем еще рядом, сколько стрелочек выходит из каждой сферы. То есть, сколько стрелок влияния имеет каждая сфера. Далее применяем формулу. 10 баллов минус текущая удовлетворенность умножить на то, сколько стрелок выходит из сферы. Эта формула приоритизирует те сферы, у которых самая низкая удовлетворенность и самое высокое влияние. Вот здесь цифра 10 она не меняется. Удовлетворенность это ваша оценка. Стрелки это сколько стрелок выходит. И сферу с максимальным количеством баллов нужно выбрать как основной фокус для работы с клиентом. Будь это внутренний клиент, внешний, для целей внутренней работы с сотрудниками здесь очень часто расписываются компетенции сотрудника. Причем hard skills и soft skills например если 12 секторов может быть 6 секторов посвящено hard skills 6 секторов soft skills и то же самое. Вот какая-то компетенция которая больше всего влияет на другие компетенции и меньше всего развита. Там туда не совсем удовлетворенность там степень развития в соответствии с требованиями должности. Та компетенция берется как компетенция для развития. Материалы которые я рекомендую почитать после сегодняшнего занятия. Моя статья которую я писал о коучинге для сайта лайфхакера несколько лет назад и то самое исследование Google о компетенциях менеджера. И две книги для которых также есть конспекты книг работа как внутренняя игра и коучинг высокой эффективности. Том Батлер Боуден создал такой конспект назвал это обзор. Если загуглите название и автора точно их найдете. Домашнее задание заполнить свое колесо баланса можно нарисовать на листе бумаги то есть не обязательно на компьютере и проделать все упражнения и запланировать два-три действия на ближайшее время для улучшения в самой важной сфере написать какие действия. Такое вот домашнее задание для тех кто уже на курсе кто просто слушает тоже рекомендую сделать это действительно очень полезно. На этом сегодняшнее занятие заканчивается напишите пожалуйста что наиболее ценного для вас было. те кто смотрит в фейсбуке прошу вас нажать репост чтобы как можно больше людей узнало что такое коучинг и подготовило свою компанию и себя к будущему поколению Z к новому стилю менеджмента в будущем считается что классический менеджмент отойдет на второй план будет менеджмент вдохновения а коучинг это главный инструмент поэтому сделайте доброе дело нажмите кнопочку репост те кто в фейсбуке так и жду ваши ответы что вы для себя сегодня выносите с какой пользой вы сегодня выходите можно и в фейсбуке писать ага вот да и в зуме ой я увидел в списке коучей Ирина Хакаман даже не знал что она как коуч позиционирует себя так вижу спасибо за информацию Людмила написала где-то я так понимаю что возникла глубокая задумчивость да по поводу услышанного как тебе это все применить в жизни как это все переварить вот ну окей скажу что у нас на этом курсе есть последнее занятие номер 10 где мы очень детально говорим о том как это использовать в менеджменте и в работе компании там поговорим о ванн-ван встречах формат ванн-ван встречи что еще должно быть кроме коучинга то есть такие больше про бизнесовые вопросы так спасибо очень интересно применять навыки и для себя и для помощи сотрудникам интересное колесо баланса уже делало чуть другое хочется скорее это нарисовать ну и круто тогда рисуйте поскорее всем студентам этого курса до встречи ровно через неделю всем кто присутствовал спасибо за ваше участие рад был повидаться и до следующих встреч пока-пока а вот еще тут комментарии понимание что это за зверь такой его структура этика инструменты спасибо с нетерпением жду продолжения спасибо новая интерпретация колеса побежали делать домашнее задание спасибо написала Людмила да хорошо спасибо большое и вам приятно получить обратную связь и до новых встреч на этом все пока не забудьте сделать репост и до новых встреч до новых встреч